Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы Божий мир вошел в ваши дома, в ваше сердце, в ваши ситуации и решил их. Потому что надежда, долго не сбывающаяся, томит душу. Когда что-то не происходит в нашей жизни, мы начинаем уставать. Поэтому нам иногда надо собраться. И нам нужно верить Богу. Нам нужно продолжать провозглашать. Как в прошлый раз я говорил, Илья молился семь раз, чтобы пошел дождь. Семь раз. Мощному пророку было противостояние. Облако это не появлялось и не появлялось, не появлялось и не появлялось. Знаете, мы иногда можем что-то ожидать, и оно не появляется. Но если у тебя есть вера, ты будешь долго терпелив, ты будешь стоять до конца, тебя ничто не сможет отвести от Христа. Ни успех, ни неуспех. Есть люди, которые не могут жить без успеха. Им нужен видимый успех, видимые результаты. Если этого нет, они бросают руки, опускают. А есть люди, которые наоборот, ломаются от успеха. Гордость приходится, превозношение приходится, когда успех. Вот Господь хочет нас отбалансировать, чтобы только Он мог давать нам удовлетворение. Потому что есть люди, которые получают удовлетворение от происходящего. Когда они видят движуха какая-то. О, тогда все классно, Бог с нами. Бог с нами, когда ничего нету, когда ничего не происходит. Бог был с Иисусом, когда Он висел на кресте, окровавленный, и больше никого не мог ни исцелять, никому не мог помогать. Он был беспомощный, просил воды. Бог был с Ним. Это был Божий план. Не всегда будет так, как сейчас в нашей жизни. Если сейчас в нашей жизни плохо, не всегда так будет. Аллилуйя! Бог жив. И Он обязательно докажет свою жизнь, свою живость, свое существование в жизни тех, кто надеется на Него. Итак, тема проповеди будет называться «Добрые дела верующего». Эфесянам 2.10. Мы, новый перевод, мы, теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам творить. Вы знаете, это местописание не обязательно читать было, знаете, кому? Грешнику, висящему рядом с Иисусом на кресте. Он умирал. Для Него это не актуально было, это слово. Потому что что Он делал? Он умирал вместе с Иисусом. Он страдал. Ему не нужно было делать добрых дел. Ему ничего не нужно было делать, поверьте. Ему нужно было просто обратиться к Иисусу, чтобы душу свою спасти. А нам, те, которые уверовали во Христа, и продолжают жить десятилетия на земле. О, это слово актуально для нас, братья и сестры. Итак, мы творение Бога. Как в послании к Коринфянам сказано, что древнее прошло, теперь все новое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Ибо древнее прошло, теперь все новое. Представляете? У нас было естественное рождение, мы были естественными людьми и, соответственно, были естественными грешниками, безбожниками в мире. Писание об этом говорит. Но, когда Иисус вошел в нашу жизнь, у нас появилось новое рождение. И вот в этот момент, Библия говорит, что мы были созданы в Иисусе Христе с определенной целью. У Бога была цель. Почему? Надо спасти нас. Почему надо изменить нас. Почему нужно сделать новое творение, шедевр, новую скульптуру, новый дизайн придать нам. Для какой цели? Для того, чтобы через нас, через Божьих детей, через церковь Иисуса Христа творить добрые дела на этой земле. Потому что уж слишком много зла здесь появилось на земле. Кто-то должен остановить зло, делая добро. А зло по-другому не останавливается. Мы не можем просто сказать, зло, стоп! Единственное, как мы можем остановить зло, начать делать добрые дела. Мы, творение Бога, созданы в помазании. В помазании. Во Христе Иисусе. Значит, в помазанном Иисусе Христе. Этот корень помазания. Христос – это помазание. С определенной целью творить добрые дела, которые сам Бог предназначил нам исполнять. Я хочу, чтобы мы все могли услышать сейчас, чтобы мы все с вами могли уверовать в то, что когда я родился свыше, у Бога для меня предназначенный план жизни. И здесь об этом говорится. Когда вам говорят люди, или вы где-то слышали, у Бога есть план для твоей жизни, это взято именно отсюда. У Бога действительно есть план для жизни каждого человека. Этот план – это совершенная воля Божья. С того момента, до того момента мы грешили, женились, разводились. Я не знаю, кто-то в тюрьме сидел, кто-то умирал от каких-то болезней, от каких-то зависимостей. Библия говорит, древнее прошло. Теперь все новое. Теперь все новое. Новая жизнь. И вот, знаете, у нас всегда будет выбор, как у детей Божьих. Бог никогда не забирает у нас свободную волю, свободный выбор. Не до Христа, не вместе со Христом. Он оставляет нам свободный выбор. И мы можем прожить жизнь, исполняя волю Божью, в совершенном Божьем плане, либо жить своей жизнью. У нас всегда это будет. И вы знаете, что? Есть верующие, которые после уверования во Христа, они взыскали волю Божью. Они нашли для себя волю Божью, совершенный план, и пребывают в ней. Они исполняют эту волю Божью. Они делают то, к чему призвал их Бог. И есть категория христиан, которые уверовали во Христа, приняли Его спасение, но живут своей жизнью. Им достаточно того, что они спасены, и идут на небеса. Им достаточно. Но мы сегодня можем в нашей жизни, слыша это слово, мы можем все-таки задаться вопросом, а почему часто я нахожусь в таких, как сказать, у меня нету радости, у меня такие тупики в жизни. Я вроде бы все правильно делаю, но у меня нету наслаждения от Бога. Почему-то у меня нету совершенной такой радости. Почему-то у меня нету, знаете, удовлетворения в жизни. А возможно, здесь и кроется вот эта беда, что мы, приняв Иисуса Христа, живем все равно по-своему, живем своей жизнью. Вы знаете, когда мы служим Богу, Бог служит нам. Что значит служить Богу? Служить Богу, это означает делать то, что Он просит вас. Не то, что мне вздумалось, не то, что мне какая-то идея пришла, и я начал делать. Если это от Бога идея, значит, Бог просит это делать. А бывает так, что человеку просто пришла идея, дай-ка я это сделаю для Бога. Так же, как у Каина, пришла идея принести от проклятой земли подарок Господу. Господь, возьми тут кусок проклятия, я тебе принес тут. И что вы хотите? Бог не будет это принимать. Он не будет принимать служение Каина. Он не будет принимать религию. Религия это попытка достичь Бога. А живая вера это Бог достиг нас. Но никогда ты Бога не достигнешь. Бог нас достиг. И мы открыли свое сердце, распахнули. И он вошел, и вошла великая радость. Что дальше? А дальше есть жизнь с Богом. И вы знаете, есть люди, которые переживают потрясающую, радостную жизнь с Богом. У них тоже есть вызовы в жизни. У них продолжаются какие-то проблемы, потому что чудес не бывает без проблем. Что такое чудеса? Это решенные проблемы. Иисус, Он любил чудеса, значит, Он любил проблемы. И проблемных людей. Мы не любим проблемных людей. Мы любим таких хороших людей, от которых есть выгода. Но проблемные люди как раз таки нуждаются в нас и в Боге, который в нас. Поэтому у нас всегда будет выбор служить Богу, делать то, что Он просит нас. А вы знаете, что, как Бог, как бы я увидел, как Бог распределяет служение между людьми. Вот объясню. Вот сколько христиан есть на земле и вообще людей, которые не знают Бога, и возможно, они обращаются по-своему к Богу, говорят, Бог, помоги мне, Бог, приди в мою ситуацию. И знаете, Бог, слыша, например, несколько миллиардов молитв, да, Он распределяет. Так, кого бы послать мне к тому человеку, кого бы послать к тому, знаете, Он бы мог ангелов всех посылать. Его работа делалась бы более точной, более качественной, уж ангелы не ошибаются, они не говорят лишнего, они говорят, делают то, что их Бог просит. Понимаете? Но Бог хочет использовать своих детей, употреблять, так же, как Он использовал Иисуса Христа, употреблял Иисуса Христа Сыну Своего. И Он специально так сделал. Он сказал, сын, иди на землю, покажи им пример, покажи им пример. И вы знаете, например, вот как я могу служить Богу? Вот просто представьте, сейчас где-то человек молится о своей нужде, и тебе Бог открывает эту нужду, или ты слышишь об этой нужде, и ты просто идешь и отвечаешь на эту нужду. Вот оно и есть служение Богу. Ты, например, знаешь, Бог тебя попросил рассказывать, например, радостную весть людям, которые не знают Евангелие, людям неверующим. Кого-то попросил Бог помогать людям. Бог нас всегда просит. Вы не думайте, что Бог к нам никогда не обращается. Многие люди думают, какое мое призвание? Вот какая совершенная воля Божия для меня? Вот какой план Бога на мою жизнь? Начинай с маленького, то, что тебя Бог попросил, то, что ты услышал в проповеди. Начни просто это хотя бы делать, и Бог с тобой будет взаимодействовать. Если ты не можешь исполнить маленькое, то Бог тебе не будет говорить и большое. Не думай, что Бог тебе сразу большого что-то доверит. Ничего не доверит большого. Даже у Иисуса было начало Его служения. начало. Помните, мама еще говорит, сынок, надо чудо сотворить. А он говорит, не пришло еще мое время. Понимаете, вот такой вот маленький-маленький, все мало-помалу приходит. Итак, Бог предназначил нам исполнять добрые дела. Друзья, а нам это кому? О ком здесь идет речь? Может быть, это идет речь только об иудеях, а о народе израильском. Давайте мы прочитаем тогда дальше 11 стих. Эфессианам 2.11. Помните поэтому, что вы по рождению язычники, которых так называемые обрезанные человеческим обрезанием, совершаемым руками, называли необрезанными. То есть, вас иудеи называли. Это необрезанные. Это вообще необрезанные. Вы были в то время без Христа. Да, это правда. И не принадлежали к народу Израиля. Да, это так. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас не распространялись. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Это полная правда. Все, что здесь написано. Все так и есть. Но сейчас послушайте в Иисусе Христе вы бывшие когда-то далеко кровью Христа стали близки. И дальше мы не будем читать, что Бог создал из двоих одного нового человека. И из иудеев, и из язычников Он создал одного нового человека. Поэтому и сказано, кто в Иисусе Христе, тот новое творение. Древнее все прошло. Теперь, раньше ты был безбожником в мире. Ты был без надежды. Здесь слово говорит. Заветы на тебя не распространялись. Ты был точно как та женщина, которая умоляла Иисуса, Серафинники Янка. Вы говорим. Она просила, Иисус и отказывал. Не распространяется на язычников эти благословения, но она все-таки выпросила. А Иисус знал, что время благодати наступит. И для язычников, для абсолютно для всех людей. Итак, что за добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Что это за дела? Вот знаете, бывают ролики такие смотришь, что там бабушка такая стоит возле дороги, очень переживает, ей надо дорогу перейти, а машины носятся, фу-фу-фу-фу-фу. А в старости уже страх такой, неуверенность. И она такая стоит, ей так страшно. И вдруг подходит водитель останавливается, влезает из машины и говорит, бабуля, пойдем. Идет, смело переводит ее через дорогу. Знаете, я думаю, что бабуля, она счастлива, она рада, она ликует, ей помогли дорогу перейти. Скажите, это злое дело или доброе? Доброе. Но я вам хочу сказать, к этим ли делам призвать на Писание? Или еще немножко другие дела какие-то? Я хочу сказать, что есть естественные добрые дела. Взять кого-то покормить, ты увидел голодного, накормил его, ты там видишь, человека нету, обуви нормальной купил, или деньгами благословил кого-то. Разные, знаете, помог кому-то в чем-то. Это естественные добрые дела. Но, когда мы здесь читаем, то мы читаем, в Сянов 2.10 возвращаемся, что мы были созданы в Иисусе Христе. Не просто в Иисусе, а в Иисусе Христе. Иисус Христос означает Иисус помазанник. То есть на том, на ком есть Святой Дух. И мы были созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять, точно так же, как и Иисуса. Когда Иисус сказал, и мы будем читать, давайте мы прочитаем. Луки 4.18 Это добрые дела, которые Бог поручил Иисусу исполнять. Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год милости Господней. Современный перевод. Смотрите, Бог конкретно, целенаправленно послал своего сына на эту землю. Во-первых, разобраться с нищетой, проповедовать им радостную новость, вывести их из нищеты, потому что те, даже в Старом Завете, кто верили истинно в Бога, они никогда не были нуждающимися и нищими. Не были. Они были благословенны. Нищета это проклятие. Я думаю, этого проклятия не было в Ведемском саду, когда Бог его создал. Там было все для человека. Это рай. Представляете, рай, в котором ничего нет. Голые стены. Что это за рай? Там все было, там комфорт был, там был уют, там музыка была, там птички пели, там звери даже пели, разговаривали. Ты мог льва увидеть, который пел, сидел. Который за зайцем не бегал, который зайца облизывал, сидел. Там был рай. Змеи там, я не знаю, одна была, да, плохая змея была. Не будем о ней. Итак, смотрите, дела, которые Бог предназначил нам исполнять, это дела, совершенные силою Святого Духа. Иначе здесь бы не было сказано ничего о Христе. Здесь бы было просто сказано, так как вы верующие стали христиане, теперь творите добрые дела, приглашайте соседей на чай. Послушайте, мы и так это без Бога раньше делали. Мы бабушкам помогали, знаете, пионеров учили, ветеранов навещать. Что, раньше не было такого в школах? Ходили ветеранов навещали, взрослым уступали в транспорте места. Сегодня надо, кстати, научить молодежь. Уважали старших, мы делали добрые дела. И очень много мы делали и за это ничего не получали. Но здесь есть немножко больше. Писание нам говорит немного больше. Бог призывает нас не просто к естественным делам. Естественные дела делаются естественно. И здесь не надо о них даже проповедовать и говорить. Потому что дома нам мама говорит, иди сделай то, или папа говорит. В школе нам говорят, учат дисциплине и так далее. Что нельзя себя плохо вести, надо себя хорошо вести. Мы знаем. Но это все естественные. Естественные дела, которые мы делаем, и делали до Христа. Мы что, не делали добрых дел? Делали. И злые делали, и добрые тоже делали. Естественные. Естественные добрые дела, они отталкиваются от наших естественных способностей. Есть у меня физические силы, я могу физически кому-то помочь. Есть у меня, например, способность говорить, я могу просто с человеком душевно поговорить. Послушайте, Иисус не ходил просто яблочки, не раздавал людям. Написано, Он исцелял людей. То есть, Бог его снарядил силой Святого Духа, чтобы он решал неразрешимые проблемы. И вот о чем идет речь, что Бог нас хочет употреблять в неразрешимых проблемах, это и есть эти добрые дела. Но что человек, например, который болеет раком, и ты, верующий в Иисуса Христа, как бы стараешься его утешить, трешь его по спине и говоришь, ничего, все будет хорошо. А с чего это вдруг все будет хорошо? Не будет? Обычно ничего хорошего не бывает от рака. То есть, что нам нужно в этих ситуациях сделать? Мы должны понять, что Дух Святой, который был на Иисусе Христе, излит теперь на нас. И теперь так же само, как Он был на Иисусе и решал проблемы людей. Вы знаете, Евангелие, четыре Евангелия, они повествуют о рождении и жизни и служении Иисуса Христа. И мы читаем, чем занимался Иисус, мы читаем Его дела, мы читаем, как Он отвечал людям, как Он помогал людям, и И теперь Он это говорит, что все Я это сделал, только потому, что Дух Святой был на Мне. Мы не видим, чтобы Иисус сделал какие-то особые дела до сошествия Святого Духа. Мы не видим, мы ничего не слышим о Нем. Единственное, что Слово Божие говорит, это, будучи отроком, он в храме, там, разговаривал со священником, и священники удивлялись. Ого, ого, мудрость на Нем, о, о, но ничего не было, никаких ответов для людей. Но когда на Немо сошел Дух Святой, тогда мы видим, сколько тысяч, десятки тысяч, а я даже думаю, наверное, сотни тысяч людей получили добро через Иисуса Христа. А почему? Потому что Дух Святой действовал через Него. Конечно, это доброе дело дать нищему пять евро. Это доброе дело. Но представь, если ты нищему скажешь Слово Божие, и оно изменит его жизнь, оно изменит его в корне, он перестанет быть нищим, и он будет процветающим человеком и сможет о других заботиться. А что, не так? А в Артеме кем был? Богатым, что ли? Написано, он пошел за Иисусом по дороге, он все видел, и явное дело, он не бездельничал, он трудился, еще и другим помогал. Вы знаете, что? Много людей делали добро в Артемею и дали ему, но этого было недостаточно, подачек недостаточно. Бог призывает нас решать неразрешимые проблемы, потому что и люди в этом мире, даже те, которые не знают Бога, не принадлежат Ему, они делают добрые дела, иногда даже больше, чем мы делаем добрые дела. они не могут сидеть без добрых дел, они открывают целые организации гуманитарные, делают благотворительные фонды, всякие занимаются благотворительными концертами. Но а что в итоге? А с чем церковь должна заниматься? Слава Богу за эти все организации, которые кормят голодных, одевают нищих, заботятся, у них сердце болит. Но вы представьте, что об этом голодном его покормили, а душу его не спасли. И поэтому Бог использует тех людей, которые заботятся о его теле. Но Бог также призывает нас, верующих, в Иисуса Христа, заботиться о его болезнях, о его состоянии внутреннем или физическом, решить его будущую судьбу. если речь идет о Христе, то есть помазании, то это дела, совершенные силой Святого Духа, дела, которым призвал меня Бог, никогда не будет нуждаться в моих естественных способностях. Никогда! Иначе бы он Авраму сказал, Аврам, ты родишь, Аврам пошел бы и родил сразу. Авраму нужно было полностью умереть и Саре быть бесплодной, чтобы Бог мог сказать, видите, не они это сделали, а я это сделал через них. От меня Исаак пришел, а не от их способностей. Понимаете? И Бог также хочет нашей жизни. Вы знаете, что мы тоже одаренные талантливые люди. Мы можем некоторые вещи делать сами, как бы без помазания, но Бог призывает нас к высшим проблемам, к сильнейшим проблемам, чтобы церковь могла ответить на них. Есть очень много сытых людей, но они несчастные и потерянные. И мы можем сделать доброе дело. Какое? Спасти его душу. Направить его ко Христу. Дела, которые совершал Иисус Христос, были совершаемы силою Святого Духа. Не Иисус их делал. Иисус делал то, он служил Отцу, он служил Богу. И он так и сказал Люциферу, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Он когда такое услышал, сразу уполз. Он же такое не может делать. А Иисус запросто делал. Понимаете, почему дьявол убежал от Иисуса? Потому что он никогда не будет поклоняться Богу. И что? Он же ненавидит его. А Иисус любит. И поклоняется, и служит ему. Служить кому-то означает ставить себя ниже. Это означает, что он сидит на стуле, а ты на коленях стоишь и ноги моешь ему. А Иисус это делал. Иисус по сей день моет нам ноги. Когда мы просим у Господа что-то, нам всегда нужно услышать, он даст инструкции через кого-то, через что-то, откуда-то мы узнаем, через человека, через проповедь, через пастора, когда мы Библию будем читать, Бог прямо к нам будет говорить, прямо к нам будет говорить. И не просто к нам, ко мне лично начнет говорить. И Бог будет призывать, не бойся, слово тебе напоследок, не бойся, а выходи из лодки и делай это чудо, потому что это будет сделано сверхъестественно. Петр неестественно пошел по воде, а сверхъестественно, потому что Иисус ему это сказал делать. Потому что сам Иисус это делал. И тебя туда призывает. И его воля в том, чтобы ты шел по воде, чтобы ты делал то, что он делал. Потому что те проблемы, которыми наполнен весь этот мир, слезами, депрессией, самоубийствами, кто-то не пришел просто помочь им. Кто-то из верующих варил суп, когда надо было идти к молодежи и рассказать им об Иисусе Христе. И сохранили бы душу молодую, а так теперь он лежит на кладбище 13-14-15-16-летний подросток. Тот должен был утешить его во Святом Духе, обнять его, а не заниматься тем самодеятельностью. И церковь, она наполнена сегодня самодеятельностью. Наша жизнь наполнена самодеятельностью. Знаете, мы всегда хотим сделать такой кружок самодеятельности, создать видимость, что мы что-то делаем. Делай то, к чему тебя Бог призвал. Зачем тебе делать то, и потом еще Бог скажет, я тебя вообще не знаю. А ты будешь говорить, я добрые дела делал, я суп варил. Бог скажет, я тебя это не просил делать. Суп варили другие организации, и они и должны были варить. А ты должен был идти и проповедовать Евангелие. Если надо, я бы тебе сказал, и суп сварить, и чудо сделать. Сколько мы знаем происходит чудес с пищей, умножения пищи. Поэтому, братья и сестры, когда мы пришли и встали на этот путь, мы не можем жить самостоятельно, независимо от Бога. Теперь мы Божьи дети. Теперь у нас есть Отец Небесный, и Он с нами общается, Он нас любит, Он много нежности говорит нашу сторону, и также Он просит нас чем-то заниматься. Его делами, Его добрыми делами, братья и сестры. Узнайте, узнайте, какие именно дела предназначил вам делать Господь. И вы найдете их в Луки 4,18. А вы спросите у Господа, Господь, что я могу делать? Запомни, Луки 4,18 и Луки 4,19. Аминь. Будьте благосоверны. Будьте благосоверны. Будьте благосоверны. Продолжение следует...